Субботнее утро началось у 200 любителей спортивного ориентирования с массового забега. Старт всероссийским соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский азимут» дали на Кремлевской площади утром в субботу. В зависимости от возраста и пола, участникам необходимо было по карте найти на территории от 10 до 20 контрольных точек и сделать это как можно быстрее. Метки, на поиски которых отправились спортсмены, представляют из себя треугольную призму с номером. Все контрольные пункты находились в Кремлевском саду. Самые опытные справились с заданием за четверть часа. Мы проводили самый первый «Российский азимут» в 2001 году, именно прямо здесь, на этой площади. Мы допускаем школы. Вот с Сокола у нас ребята приехали, с Белозирской есть представители. С Череповца ребята выступают, бегают. Мы все желающие. Так вот, с детьми, можно с семьями выступать. Что бы понравилось. У Юрия Шишлина уже большой опыт в таких забегах. Спортивным ориентированием он занимается со школы и всегда участвует в соревнованиях. К спорту привлекает и детей. Сегодня в забеге участвует сын Юрия. А дочь хоть и не бежит вместе с отцом, но имеет звание кандидата в мастера спорта. Сейчас, особенно когда исполнилось полтинник, сейчас участвую во всех соревнованиях, какие только проводятся и в городе, и в области. Считаю, это самый полезный вид спорта для поддержания здоровья. Чтобы грамотно пройти дистанцию, конечно, нужен опыт и тренировки. Во-первых, физическая подготовка должна быть, но и техника ориентирования. Это тут не так просто, но если заниматься, все, приходит. Участница Вера Бачевская не такая опытная, но увлеченная. 13-летняя Волокжанка на старт вышла с подругой. Все контрольные точки нашла и во время уложилась. Помогли тренировки. Мы просто занимаемся спортивным туризмом, и чтобы лучше, улучшить свои навыки, решили сходить на ориентирование. Попробовать свои силы ребята пришли целыми классами. Девятиклассники школы 28 уже не первый год принимают участие в подобных соревнованиях, а тренируются на стадионе у своего образовательного учреждения. Уже четвертый год бегаем. Обычно в десятку мы входим, потому что у нас много человек бегает. У нас по стадиону тоже расставлены контрольные пункты, и мы бегаем. Только у нас по порядку, а тут разнобой. Те, кто нашел эти пункты быстрее всех, получили кубки, медали и грамоты Минспорта. Всего определили 18 лучших по 9 в мужских и женских группах. Всем участникам вручили на память сувениры. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошли в 73 городах страны. По сообщению организаторов, с картами вышли около 210 тысяч спортсменов. Мария Кудрякова, Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Волок, ДРФ